День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И это седьмая часть прохождения игрушки под названием Legend of Grimrock. И, как вы видите, перед тем, как отправляться на следующий этаж, я подчистил немножко инвентарь, выбросил всё, что было не надо, ну или может оно пригодится, но я потом пожалею, неважно. А то есть я выбросил старую одежду, сумки и всякую такую всячину. И давайте просто пойдём на следующий этаж. Седьмой этаж мне показался относительно простым. Вот после шестого, после шестого, да, он показался очень простым. Загадки не слишком такие заумные, но всё-таки приходится драться очень-очень много, особенно против зелёных блобов, которые... Они нас отравляют специальным заболеванием, которые забирают у нас возможность восстанавливать здоровье. И это очень-очень неприятно. О! Я как раз вложил очень много поинтов магу в огненную магию, и теперь у меня вот этот огромный фаербол на стул удара. Он мне очень-очень нравится. Ну, подходи сюда. Подходи. Не бойся. Боишься. Так, так, так. И это очень-очень. Единственное, он забирает много маны, но я, опять же, я привык к тому, чтобы просто становиться и восстанавливать ману. Никуда не торопиться, никто нас никуда не подталкивает. И здесь вот, под этой... Да. Назовём это тряпицей. Я не хочу это называть одеждой. У нас записка, которая рассказывает нам о том, что если открыть правильное количество дверей, то есть вот этих вот... Так. Подождите, дайте я вам покажу. Так. То... Оп. Где-то откроется дырка в стене. То есть здесь где-то. Это... С этим можно поиграться, но я сейчас это не буду делать. Просто возьмите, попробуйте, оно легко-легко решается. Ааа, больше нет энергии. Так, 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 на большие фаерболы. Давайте тогда пукнем на него. И у меня для моей воровки остался всего лишь один поинт, который мне нужно вложить в метательное оружие, чтобы она метала сразу же два метательных оружия, что очень-очень полезно и нужно. Оп. Так. Ну, давай, иди сюда. Иди сюда. Ну? Ну? Не хочет подходить. Так, ага. Всё, больше нету ничего. Мы его оставим в покое, пускай он восстанавливает энергию. Так, и вот этих вот зелёных блобов будет очень-очень много. Так что просто не торопитесь, подготовьтесь с ними драться, никуда не бегите. Самое главное, не давайте им вас окружить. Это в этой игре самое-самое главное. Если ситуация такая, что они вас окружают, лучше убежать. Лучше убежать или вперёд, или назад, но убежать. Если вас окружат, то это будет очень-очень плохо. Они, скорее всего, убьют вашу воровку и мага сначала, а потом уже и добьют бойцов, так как они сами по себе делают недостаточно урона. Недостаточно энергии. Зато тогда мы тучку поставим. Угу. Хорошо. Так, так, так. Я просто свою первую игру, по которой я прохожу, скажем так, эту игрушку для подготовки видео, развивал немножко по-другому, и поэтому у меня у воровки там, например, уже есть двойной бросок, и сейчас меня это чуть-чуть нервирует, потому что ну давай, ну давай, делай больше урона. А зато там я сделал ошибку и не развивал магию огня у мага, что очень-очень удобно, особенно когда дерешься с огненными привидениями, от которых можно защититься огненным щитом. Так, конечно, спасибо за подсказку в комментариях. Извините, если я сейчас имена не помню. Я сейчас не помню очень многого во время записи, а после записи я не помню, что я наговорил в записи. Поэтому, проверяя запись, я очень удивляюсь тому, что наговариваю. Так что, если что, это все наговорил я в записи. Это не я в нормальной жизни. Так, и давайте добьем его и восстановимся наконец-то, потому что это уже становится опасным. Отлично. Так, я надеюсь, монстров тут больше нету. Нет, все, можно встать. Еда, 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 еда. Все, предостаточно. Можно встать и отдохнуть. И большое спасибо за поддержку в комментариях. Большое спасибо за помощь другим людям, которые вы оказываете в комментариях. И вот ответ на один большой вопрос, то, что собираемся ли мы сделать детальную базу данных для этой игрушки. И, скажу вам честно, пока что нет. То есть, пока что вот это прохождение концентрируется на то, чтобы помочь людям, которые застряли где-то. То есть, ну, самое страшное, когда просто перестаешь получать удовольствие от игры, потому что взял и застрял. Мы не концентрируемся особо на мелкие секреты, на мелкие вещи, которые можно собрать. Прохождение и как открыть железную дверь, как большой, очень важный секрет. И вот здесь вот у нас лабиринт тьмы. И лабиринт тьмы называется так, потому что нам нельзя заходить туда, где свет. И вот здесь вот, например, у нас подсказочка лежит о том, что... Так, свет обманчив. Давайте это соберем, браслетик. Ну, я так посмотрел, он мне не очень нужен. Этот браслет, он дает... Что у нас? Он дает больше урона при атаке, но вы не можете... Вы можете атаковать только на... 20% меньше. То есть, можете атаковать на 20% меньше. Да-да-да. Так. Вот здесь вот немножко тяжело рассчитать, где есть свет, где нету его. Оп, есть, отлично. То есть, как вы видите, я взял, прошел по боку, посередине, и сейчас обхожу краем. И так-так-так. Здесь, конечно же, можно использовать волшебство тьмы. А то есть, вот это мы... Оп, оказываемся во тьме. И тогда намного легче видим, где у нас факелы, которые нас отправят, обратно телепортируют. Если вы попадаетесь на факелы, телепортируетесь. Ну, давайте включим свет обратно. Так. Нажмем... На это. И здесь не торопимся. Здесь очень-очень важно не торопиться. Вот это привидение и все остальные огненные привидения очень важно убить. Так. Хорошо. Огненный щит. И начинаем его потихоньку бить. И очень советую вам вот этот, именно вот этот проход, эту комнату очистить от огненных привидений, чтобы можно было потом спокойно здесь отдыхать. Потому что будет место, где этих огненных привидений будет очень-очень много. И придется здесь именно остановиться и отдыхать. Но. Так. Давайте пройдемся. Прогуляемся. Так. Двери пока что не будем открывать. Здесь, если я нажму на пластину, у меня сначала появится там вон зеленая тварь. Но через несколько секунд откроются здесь повсюду двери с зелеными тварями. И я пока что это не хочу. У меня мало маны. Я пока что прогуляюсь. Так. По коридору... А-а-а-а! Да. Профессионально. Что это было? Это был ачивмент или... Может быть, ачивмент. Я не заметил. Так. Так, так, так. Хорошо. Тогда давайте... Здесь поспим. Восстановим ману. И тогда уже. И я поговорю дальше о детальной базе данных После того, как я сниму все-все видео по всем уровням Я, скорее всего, еще раз пройдусь, посмотрю Может быть, я сделаю видео по отдельным ачивментам А то есть, как собрать те или иные вещи, за которые вы получите в стиме ачивменты А также сделаю, и это точно, полный список всех магических заклинаний То есть, всех комбинаций, которые вы можете наколдовать магам Так, и все, мы восстановились, давайте пойдем дальше Так, 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 хорошо Зеленые твари, пожалуйста, нападайте И здесь я вам советую встать сюда и побежать сразу вот сюда Если вы встанете сюда, тогда твари сзади не смогут зайти к вам со спины И это очень-очень хорошо, очень удобно Так, так, так Их там так много, что там останавливаться вообще не советую Очень опасно Очень плохо для здоровья Так, давайте ударим по нему фаерболом Отлично И так По идее, мы можем просто забрать ключ и пробежать дальше Но здесь в комнате лежит очень-очень хорошая вещь, полезная Я советую вам все-таки убить всех монстров Ну и, конечно же, советую убивать все подряд Потому что экспириенс вам всегда-всегда пригодится Лишний уровень Это особенно вот именно на этом уровне игры Где нужно быстро убивать монстров Когда их много, когда они сильные или специфические Лишнее умение и лишний уровень всегда-всегда пригодится Так, хорошо Отлично Так, так, так Ну, давай, давай Не бойся Подползай Ну, ну Стесняешься? Давай, 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 умирай Ну, быстренько Давай Ты посмотри на себя Ты зеленая лужа Оп, хорошо И вот здесь вот Лежит Ну-па Одежка нам для мага Дает регенерацию Энергии плюс 20 И минус 10 Так Еды Ну, еда это не очень важно Зато энергия это очень-очень важно Для мага Так, так, так Давайте не будем возвращаться А воспользуемся тем ключом Который мы забрали у зеленых тварей И пройдем сюда Иди сюда Иди сюда Так, хорошо Оставшиеся маны мы используем на щит Который, я надеюсь, мы сможем накладывать А-а-а Мало энергии Ну, ничего Сейчас Сейчас-сейчас Разберемся с ним Есть Есть. Отлично. Еще один. Сколько же вас тут? Очень интересно, что все-таки прохождение отличается друг от друга. То есть у меня, например, иногда не один монстр на том уровне, а два. Или здесь наоборот. Могут быть три, а там я вообще никого не видел в коридоре. То есть это иногда варьирует. Так, так. Так, ну с другой стороны, да, это именно та игра, которую очень-очень приятно переигрывать. Я могу себе представить, почему создатели хоть и отбалансировали игру отлично. То есть они знают, что, где, когда нужно будет и можно будет сделать. Но все-таки легкая-легкая вариация есть. Так, давайте покушаем. Так, так, так. И восстановимся. Я сейчас попью чуть-чуть чайку. А сейчас сделаю в микрофон звук. И вот кто-то попросил переводить в надписи. И здесь у нас они поддерживают все машины и механизмы в рабочем состоянии. Но та, которая в туннеле под нами, или снизу, должна быть починена, чтобы мы могли отсюда убежать. Точка, точка, точка. Только немножко дальше. А то есть мы скоро найдем эту машину, которую нужно будет починить. Так. Отлично. Давайте тогда... Здесь нам нужно все-таки... Этот вот огненный призрак, он как-то не очень удачно стал. Давай, выходи сюда. Выходи сюда. Отлично. Потому что, по идее, это загадка. Вот там, где он встал. Он мешает нам. Так. А, да-да-да-да. Забыл. Что? А! Извиняюсь. Так. Я уже хотел возмущаться, почему это он отказывается делать. Так. Нажимаем здесь на кнопку. И, как вы видите, отсюда вылетает шар. А потом... То есть, так. Еще раз. Отсюда вылетает шар. Нужно уйти от его дороги. То есть, нажимаем на кнопку, делаем шаг влево и назад. И потом отсюда вылетает шар. А то есть, как только вот этот шар бьется, мы сразу же уходим с дороги и пропускаем тот второй шар. То есть, раз. Пам-пам. Пам-пам. О, есть. И вот. Смотрим, ориентируемся по карте. Отлично. И начинаем драться. Ай. С большими и толстыми зелеными жуками. Ай. Какие-то жуки это. Ай. Я даже не знаю, что это такое. По идее, это блоб. То есть, блоб, он и в Африке блоб. Но. Хм. Как бы это классифицировать? Хм. Ну, давай. Тучка. Уходи. А, и если я не ошибаюсь, здесь будет пара комнат с кучей-кучей этих зеленых монстров. Я вам просто советую. Так, так, так. Вот пройти досюда. Убить вот их вот. Так. Хорошо. Хорошо. И сохраниться. Чтобы уже иметь вот именно эту точку. Чтобы уже отсюда можно было танцевать. Играть. Так. Давайте щелкнем на нее. Восстановим ману, чтобы драться было приятнее. Угу. Угу. Отлично. И... Ага. Он пришел за нами. Он следовал за нами по пустыне. Две недели. Две лошади умерли под ним, но он все-таки нас догнал. Две лошади умерли под ним, но он все-таки нас догадывается приятнее. Две лошади умерли под ним, а потом, чтобы уже люди, которые хотят это сами проходить, посмотрели, как это делается, пошли сами делать. А потом, прогуляясь еще по уровню, посмотрю, что где здесь можно посмотреть. Я даже своей нормальной группой пока что тут особо не гулял. Так, так, так. Хорошо. Смотрим на карту, ориентируемся. Отлично. Тут у нас телепорт. Мы в него заходим, чтобы перейти на другую сторону. На этой стороне идем дальше. Дергаем за веревочку. Двери открываются. Как меня, как меня нервируют эти ниши, они... Там могли бы... На каждой из этих ниш могла бы быть нас... Здесь есть сокровище. Но вот здесь вот именно есть сокровище. А то есть, если я не ошибаюсь, это вверх, это вниз. Это вверх, это вниз. А это вверх. Бабам, 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 бабам. Так, тогда еще раз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Так. Так. Хорошо. Так уж и быть. Это щелкает. Это не щелкает. Это щелкает. Это не щелкает. А это щелкает. Итак. Вниз. Давайте. Спокойно. Я сейчас это сделаю. У меня как-то в прошлый раз, с первого же раза получилось. Так. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вниз. Честно вам скажу. Не знаю, почему сейчас не получается, потому что я, скорее всего, туплю. Но вот здесь вот прямо перед вами откроется стенка, за которой очень-очень хороший нож лежит для воровки. Он не только очень сильно бьет, но еще восстанавливает здоровье. То есть, кто пользуется воровкой спереди, очень-очень хорошая вещица. И, по идее, здесь вверх-вниз-вверх-вниз-вверх. Используем только рычаги, которые щелкают. Да. Ну, как говорится, запись. Да. Всякое бывает. Игра меня решила потроллить. И здесь, в этой комнате, так, две проблемы. Первая, это, конечно же, мы прерываем полет вот этого, ау, шарика, который бьет нам по глазам, чтобы он не попадал в цель. Потом нажимаем кнопку вот здесь вот слева на стене, чтобы дверь открылась. Но как только дверь откроется, из нее выйдут два огненных привидения. И что мы можем сделать? Первое, что мы можем сделать, это драться с ними, а то есть стоять и драться с ними. Но они нас так или иначе окружают. Поэтому я всегда пытаюсь сделать так, чтобы они стали как-нибудь криво, и я смог просто выбежать из комнаты, закрыть за собой дверь и забыть их. Поэтому ждем пока. Так, хорошо. Сейчас он ударит. Пам. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Так, идите сюда. Идите сюда. Оба. Оп. Ааа. 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 Так, пробегаем. И закрываем. Все, забыли про них. Больше не волнуемся. Так, 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 хорошо. Идем дальше. Смотрим, смотрим. Так. Если я не ошибаюсь, здесь где-то гуляет привидение огненное. Не-не-не-не-не, ты... Вот он. Так. С японским... Оп. Чудовищем мы разберемся чуть-чуть попозже. Мышка-предательница. Перестань себя так отвратительно вести. Упс. Угу. Отлично. Так, тогда давайте пойдем. Хотя нет, мы можем отдохнуть, потому что японского монстра... Он не страшно, он не двигается. Поэтому он нас не может побеспокоить во время сна. Так. Отлично. Давайте пойдем разберемся. Отлично. Угу. Так. Я об этом подумаю, менять ли мне молот тролля на это. Ну, как говорится, это... Об этом можно будет поговорить, но мы пойдем сейчас дальше. Так. И разведаем. Потому что я думаю, что не важно, сколько тут ходишь по этим коридорам. Они все настолько одинаково выглядят, что это и вправду лабиринт. Итак, вот здесь вот, именно здесь было очень важно... Ай-яй-яй, он все-таки меня попал. Он все-таки непотерпитывают stakeholders из кресетчика.